Персонажи из мультфильмов на стенах, яркая удобная мебель, множество игрушек и телевизор с детскими программами. В Химкинской центральной клинической больнице появился уголок для детского отдыха. С подарками и поздравлениями на торжественное открытие приехал глава администрации городского округа Дмитрий Волошин. Держите, держите. Строили «Добрую комнату» всем миром. Эскизы проекта и всю творческую часть взял на себя именитый дизайнер Игорь Чапурин. Так на стенах появились белые медведи из советского мультика про умку. Вторую стену пока оставили без рисунков. Скоро её дополнят южными пейзажами для контраста. Предложение создать эскиз для такой доброй идеи, для доброй комнаты, для детишек – это не то, что потрясающая идея, это потрясающая задача, это, наверное, потрясающая ответственность. Поэтому мы придумали историю про прекрасного мишку, про льды, а на другой стороне будет вот эта история, где будет семья прекрасных попугаев Кокоду, добрых, веселых, пальмы, солнца. И дети будут видеть и одну историю, и другую, выбирать свое настроение, и в это настроение быстрее выздоравливать. Реализацию проекта взяли на себя химкинские предприниматели. Ради высокой цели постарались исполнить проект максимально быстро и качественно. Мы приняли участие в проекте, чтобы создать в больнице некий уголок, где дети могут отвлечься от будней. Проект «Добрая комната» региональный. Аналогичные уютные зоны для детского отдыха появятся во многих педиатрических отделениях больниц Подмосковья. Идейным вдохновителем благотворительного движения стала депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова. Я посмотрела те условия, в которых наши дети содержатся. В особенности меня интересовала наша социальная линия – это дети, которые приходят по линии КДН, которые находятся в трудной жизненной ситуации и так далее. Увидела однотонные зеленого цвета стены, железные детские кроватки, отсутствие жалюзи или каких-то даже маломальских штор на наших окнах. Поняла, что дети находятся в этих условиях у нас порядка 10 дней. Иногда это бывает и дольше, если есть назначения медицинские. Мне стало стыдно за нас взрослых, что дети находятся в таких условиях. Я подумала о том, что нужно хоть что-то предпринять, чтобы теми силами, которые есть у нас, скрасить пребывание детей в поликлинике, в больнице. Маленькие пациенты больницы тут же поспешили в свой новый уголок, чтобы внимательно рассмотреть все игрушки и подарки, а заодно отвлечься от больничных будней. Ну а взрослые надеются, что в такой веселой и радостной обстановке ребята будут быстрее идти на поправку.